Всем привет! Сегодня я хочу сделать обзор на замечательную книгу «Золотое шитье. Техника. Проекты тонкости» Хэзл Эверетт. Это замечательная книга, в которой собрано столько много разных советов по конетели, как пришивать конетель, какие есть виды конетели и много-много-много всего. Это замечательная книга, которая на сегодняшний момент есть в продаже. Буквально не так давно ее не было. В продаже ее найти было совершенно невозможно. Я была очень счастлива, что приобрела эту книгу. Здесь просто бесконечное количество всего-всего. Какие возможности есть в конетели, что с ней можно сделать, как ее пришить, все тонкости. В общем, все секреты рассказаны здесь. Показано много техник. Показаны всевозможные мини-мастер-классы по пришиванию, по использованию, по рисунку. Ну, очень много всего. Мне кажется, если кто увлекается именно конетелью, она называется золотой шитью, золотой шитью. Кто как его называет и кто этим увлекается, эта книга будет незаменима. Я очень часто обращаюсь к ней, смотрю, как что делать. Даже вот я вроде знаю, как что пришивать, но мне очень приятно смотреть и изучать. Здесь только много тонкостей всех. Еще до сих пор ее, конечно, всю не прочитала, потому что есть много очень книг, которые я тоже читаю. Но она такой, как справочник, который пригодится всегда. И постоянно можно к ней обращаться. Такая замечательная книжка. Советую всем приобрести, кто занимается именно золотым шитьем. Или просто даже, если в каких-то украшениях используют конетель, то можно много очень подчеркнуть с этой книжки. Здесь вот все, все описано. Какие есть стишки, как можно пришить, как можно даже переходы, градиенты сделать с помощью конетели. Можно вообще использовать только одну, одного вида конетель, одного цвета и будут бесподобные работы. Просто великолепно. Смотрите, какой жучок здесь. Что лучше пришивать, как. В общем, очень много-много всего можно подчеркнуть из этой книжки. Такая замечательная книжка. Вот, например, смотрите, хочу показать свою любимую брошечку. Здесь только использован один цвет конетели. Посмотрите, какая она интересная. Вся в серебряном свете. И очень много разных видов. И тронсал, и жесткая конетель. И много-много фигурные, разные-разные конетели, которые пришиваются. А смотрится она очень бесподобно. Я ее люблю, практически использую к любому наряду. У нее к черному, к белому и к любому цветному. Она смотрится очень интересно. И уже, можно сказать, заносила, затаскала. И вот сколько, уже несколько лет, она вот практически ничего с ней не стала. И вот изнанка тоже, вот серебряная. Кожа эта натуральная. Но она смотрится как в едином стиле. Все серебро. Такая вот интересная. Здесь также вот одна из новых брошей. Вот здесь я использовала конетель. Двух видов. Жесткую конетель, которая по контуру идет. И тронсал красный. Вот смотрите, как она переливается. Она просто дополняет, какую-то делает изюминку в украшении. Можно очень много обыграть. Большие площади забить именно этой конетелью. И будет интересный такой эффект. Единственное, да, вот в конетели есть такое, что нужно после того, когда вот кусочки эти пришить, немножко это придавить. Чтобы она не... Она же из такой, как бы металлической такой ниточки. Так по-простому скажем. И вот если эта ниточка будет кончик вылазить, то она может зацеплять. Поэтому нужно вот таким вот образом придавливать. Оно бывает, когда ее используешь, она может кончик вылезть. Можно ничего страшного ее придавить. Просто знать нужно, как ее использовать. Вот здесь тоже в украшении брошь. Это жесткая конетель по контуру. Даже вот смотрите, жесткая. Можно усики сделать. И вот они прекрасно держатся. Можно даже немножко что-то изогнуть. И назад она вернется. Ну, конечно, ее туда-сюда не делать. Потому что она как проволока может, конечно, это порваться. Нужно аккуратно использовать ее. Вот очень много с помощью конетели можно сделать всевозможных украшений. Можно немножко добавить, много добавить. И каждый раз она будет смотреться очень интересно. Вот здесь вообще практически немножко присутствует конетель. Здесь все украшения сделаны из этой конетели. Здесь частично сделаны из конетели. А смотрятся все очень интересно. Поэтому, если кто использует и изучает конетель, вот эта книга, она просто бесподобна. В ней столько всего. И я очень рада, что у меня есть эта книжка. Поэтому всем советую ее приобрести. Спасибо, что смотрели этот обзор. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok